Игра, к сожалению, на английском языке, но я думаю, здесь догадаться по смыслу можно обо всем. Итак, поехали. Так, не забывай твою лицензию водителя, если ты хочешь водить маленький автобус. Ну что ж, попробуем. Ага, то есть мы можем выбирать один из четырех автобусов. Прикольно. Давайте начнем с этого. Выбираем его. Итак, что это у нас? Для начала нам нужно заехать, наверное, заправиться, да? Я так понимаю. Это заправочная станция, а ты должен заправиться до того, чтобы начать ездить. Так, вот красная линия. Я почти до конца ее как бы заправил. Если бы чуть-чуть перебрал, то сказали бы нам, что это неправильно. Итак, это у нас машинное масло. Нам теперь нужно залить машинное масло, но почему-то оно у нас разных цветов. А почему же так? Интересно. Ну, не будем спорить. Оранж, оранжевая. Красная. Фиолетовая. И коричневая. Все. Интересно, это была первая миссия или просто как первый промежуток. Так, да, пока миссия, видите, левел ноль. То есть лицензия у меня нулевого уровня. Так, едем за запчастями. Возможно, мы там что-нибудь где-то поломали. Для того, чтобы удачно поездить, нам нужно ассоциироваться. Это магазин запчастей. То есть ты должен запчасти установить на нужные места. Это как бы схема такая, как автобуса, его там двигателя, всего такого. И недостающие запчасти мы ставим на место. Вот так вот. И последний треугольничек вот сюда. Порядок. Время... Это что, бортировать колеса? А, получается, как нам нужно... То есть нужно накачать определенный уровень. Как это сделать? Что ж такое? А, кто-то я... Все, то есть немного неудобно мне было с управлением. А если бы кто-то не нажал бы пальчиком на стрелочку, она бы закачивала. А здесь как бы мышкой приходилось немного постараться. Так, едем теперь... Вот здесь видеокамера. Наверное, видео будем смотреть? Нет. Ага, это... Если вкратце перевести, то ты, в общем, едешь играть со своими друзьями-автобусами. А где ты будешь играть? На трассе, вдоль улицы или на игровой площадке? Я думаю, конечно же, на игровой площадке. Правда? Это правильно. Кто из этих машин копает? Но копает, по идее, экскаватор. Правда. Вот так вот не ожидал с моим... Такие вопросы легкие, как бы я прошел. И что? И первый уровень лицензии, как вы видите, есть. Хорошая работа. Теперь выбираем другой автобус. Смотрим, уровень лицензии у нас уже и первый уровень. Давайте посмотрим, что за новенького у нас появится. Ага, теперь нам нужно заехать на мойку. Мойки у нас еще не было. Заезжаем. Так, что здесь делать? Давайте. Хорошенько его вымоем. Еще. Тебе мало? Тебе все мало? Сейчас тебя быстренько отодраем хорошенько. Как все тебе видно, даже не будет за этой пеной. Вот, порядок. Теперь нам нужно эту пену все смыть. Берем струю воды и аккуратно это все смываем. Все смешно? И щикотно, наверное, да? Ахахахахаха. И теперь нам нужно протереть лобовое стекло. Вот этих вот тапелек, да? Аккуратненько берем, протираем. Вот так вот. Порядок. Справились с этим. Так, теперь нам нужно опять на СТО съездить. Каких-то запчастей там, наверное, добрать. Это мы поняли. Так, смотрим. Теперь у нас немного другие запчасти. То есть круг. Треугольник. Шестеренка. И вот это вот, не знаю как назвать, правда, правильно. Круг там какой-то там, в общем, с пупырышками. Ха-ха-ха. Ха-ха. И опять нужно теперь подкачать. Так я вот не пойму. А, ну это мы колеса накачиваем. Я думаю, что мы сейчас лабортируем. Я бы не подумал. Вот, нам нужно подкачать лобовое стекло. И все. Теперь можем ехать на задание. Так, теперь нам опять к вопросам. Интересно. Это видеообразовательный центр. Слушай вопросы и ответь. А какой свет светофора говорит нам, что мы можем переезжать улицу? Всего два варианта. Зеленый и красный. Я думаю, конечно же, зеленый. Вы же тоже так знаете. Вопросики простые. Кто из этих следующих не машин? Номер один – Пат. Номер два – Нюри. Номер три – Шайн. Так, вопросик звучит так. А кто из этих транспортных средств не машина? Смотрим, полиция – это машина. Такси – это машина. А вот обычная машина, желтная машина – это тоже машина. А четвертая – это поезд. Это не машина? Ведь правда? Хотя похоже на микроавтобус, да? И это тоже правильно. Это уже второй уровень лицензии. Отлично. А их всего двадцать. Так вот, я надеюсь, на следующих уровнях там будет что-нибудь новенькое. Хотя вопросы по-любому будут другие. Как бы, а делать в игре? А… А… Меняться. Так, ну я всеми четырьмя автобусиками поуправляю. Как раз четыре уровня пройду. А там уже будет видно дальше. Так, ну опять то же самое, да? Получается, мы едем на заправку. Так, это я уже знаю. Заправляемся. Опа. В самом конце я уже остановился. Специально, чтобы побольше бензина залить, чтобы на дольше его хватило. А так… Давайте нам масло. Итак, зелененькое, синенькое, серенькое и желтенькое. Хорошая работа. И теперь едем на мойку. Здесь тоже у нас всё без изменений. И автобусы, когда приезжают на маршруте, должны быть чистые, да? И когда стоите на остановке, там подъезжает автобус. Какой звязный, такой серый. Какой налет и грязный. Разве приятно у него заходить? Даже не хочется ни касаться там ничего, ни садиться в него и так далее. Поэтому сюда, перед рейсами или свечу, там или рано утром, автобусы, там такси и другие машины стараются заехать на автомойку там или как-то этот и помыть. Мы вот тоже самое делаем. Всё, аккуратненько выкираем. И всё, вот наш автобусик готов к рейсу. Так, вот теперь у нас опять вопросы, на которые нужно ответить. Так, ты играешь с мячом. Когда мяч попал, в общем, на дорогу, что следует сделать? Первое, побежать на дорогу и взять его, ну вернуть. И второе, не выезжать на дорогу, ну или не идти на дорогу и попросить помощи. Ну, это больше, видимо, вопрос адресуется как бы деткам. То есть, детки действительно должны, если мяч попал на дорогу, то попросить взрослого. Потому что не все детки внимательные, как бы, могут выбежать на дорогу, что-нибудь не заметить и попасть в неприятную ситуацию. Поэтому второй вариант, не никуда не ходить, а попросить помощи. Это правильный вариант ответа. Where do buses stop? Number one, the taxicab stand. Number two, the bus stop. Number three, the subway platform. Вопрос, в котором даже есть ответ, да? А где автобусы останавливаются? Where do buses stop? Первый вариант это taxicab stand, то есть остановка такси. Второй вариант bus stop. В вопросе был where do buses stop? И сразу ответ bus stop. И третий вариант это subway platform, то есть платформа железнодорожная. Вариант номер два на автобусной остановке. И очередной уровень завершён. Есть такое. И у нас последний автобус, в котором мы не играли, желтенький. Давайте посмотрим, поменяется ли что-нибудь в игре. Если не поменяется, то рассмотрим новые вопросы и ответим на них. И на этом можно будет обзор завершать. Ну, как видите, то же самое, да? То есть новенького у нас ничего. Едем сначала на заправку. Смотрите, а этому автобусу нужно очень много топлива. Шкала была намного дальше, да? Так. Давай, давай, давай. Говори, какие нам цвета заливать. Так, красный. Зелёный. Коричневый. 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 И жёлтенький. Хорошо. Бухгалка. Говори. 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 С reciжемного! Говори. 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 Я Demo. С realistically. все натерли его хорошо смываем и быстренько теперь вытираем на лобовое стекло можно было написать я уже сразу не подумал а теперь уже поздно едем теперь отвечать на вопросы which crossing light color tells you when you can cross the street а какой еще ну опять это было уже да то есть какой свет светофора говорит что ты можешь переходить улицу конечно же зеленый итак куда маленький автобус должен поехать когда он грязный ну я думаю если он поедет на заправочную станцию грязь ему как бы там не уберут если он поедет в гараж как бы там тоже за ними не поухаживают а вот помните как мультики такая car wash то есть мытье машин он должен поехать на автомойку вот так правильный ответ четвертый уровень пройден а интересно что же будет дальше так но это мы уже как бы рассматривать не будем я думаю всех кто хочет могут скачать эту игру и сами это все дело узнать то есть дойти до 20 уровня ответить на все вопросы как бы я свое дело выполнил если вам понравилось это видео эта игра то ссылочка на нее в описании к этому видео можете скачивать и сам самостоятельно ее изучать я с вами буду прощаться если вам понравилось все таки это видео то поддерживайте его своими лайками пишите комментарии не забывайте делиться этим видео с друзьями а также подписывайтесь и не пропускайте наши новинки сегодня все всем спасибо за просмотр до новых встреч оставайтесь с нами дальше будет интересней пока пока